Так, ну вот, значит, еще раз здравствуйте, Дана и Татьяна, всего раз двое, ну ничего, да, мы записывать этот вебинар и будет доступен потом еще кому-нибудь. Сегодня мы поговорим вот об интернационализации учебных планов и программ. Я, прежде чем начать, хотела бы поблагодарить Эйдриана, да, муж из вашингтонского офиса Excel, он меня пригласил, он меня нашел, с силой интернета, как он выдал, вот, и за приглашение и Джессику, и Галхар за организацию этого вебинара. Вот, меня зовут Маляка Кукибаева, я, с моей биографией вы были ознакомлены, я думаю, да, поэтому, правда, начнем. Содержание, собственно, то же самое, что, я думаю, вам высылали. Вы знаете, да? Да, знаете, хорошо, ну, то есть я, как бы, хочу немножко рассказать о своей работе, о том, что я, как бы, чем я занималась в этом направлении. И, с другой стороны, я бы хотела от вас услышать, хоть пусть вас всего двое, но узнать вообще, насколько у нас в Казахстане есть вот эта вот автономность у преподавателей и у других каких-то администраторов в изменении учебных планов вообще. Как отдельных курсов, так и полностью вообще учебного плана в целой специальности, да? Вот, прежде чем, то есть, начать, вот эти вопросы у меня, как бы, у меня появились, когда я готовила эту презентацию. Во-первых, есть ли в наших вузах заинтересованность? Ну, как мне Татьяна уже хотела сообщить, она есть, да? Ну, хотелось бы побольше узнать. То есть вопрос такой, первый, есть ли заинтересованность и откуда этот интерес идет? Вот, это ли на уровне вуза, может быть, от ректоров или от Министерства образования, если у нас, например, в Казахстане Министерство образования занимается этим направленно или нет? Все, что вы знаете вообще на этой, по этой теме, было бы нам интересно узнать. Вот, а насколько, второй вопрос, насколько вот эта автономность свободы у наших местных кадров, как-то преподаватели и профессора, ППС, да, профессорско-преподавательский состав и офисы по международным делам. Я вот не знаю, чем Гульдан занимается, но, как бы, это тоже имеет отношение к офисам по международным, там, сотрудничествам, делам, там, и так далее. Вот. С чем может быть связано сопротивление и барьеры к интернационализации учебных планов, да, и откуда это может быть какое-то сопротивление, если оно есть? И также можно подумать о том, как совместно, да, как можно повлиять на повышение мотивации вузов и преподавателей к тому, чтобы, как бы, интернационализировать содержание своих курсов, так и вообще в целом, вот, всех специальностей. Как бы, конечно, сложнее, я понимаю, но тем не менее, да. Вот. Начну я с того, что есть такая организация в США, называется American Council on Education, ASEE, да, то есть Американский совет по образованию. Это вот их веб-сайт. Я тут постаралась в этой презентации включить все релевантные интернет-ссылки для того, чтобы вы могли потом к ним вернуться и там, ну, нажать на них и посмотреть, что там происходит, да. Спасибо. Вот их веб-сайт и что это за организация вообще, что это такое, да. Это ассоциация, ну, вот, как написано, более 1700 вузов, да, в США. Это, ну, очень большое количество, это из 4 тысяч примерно вузов в США, которые есть. Ну, вот, включается вообще все, 4 тысячи, это вот, от самых маленьких до самых больших. Вот, и ассоциация вузов и эта организация, как бы, от лица этих вузов представляет их интересы в федеральном правительстве США. То есть, допустим, когда идет какое-то бюджетирование на высшее образование на федеральном уровне, то эта ассоциация имеет, как бы, свой голос там и свое представительство в этом процессе, да. Вот, и одним из ключевых направлений работы этой организации является как раз вот этот вот internationalization и global education, да. То есть, там есть специальный отдел, вот этот вот центр по internationalization и global education, который занимается вот этой самой интернационализацией, о которой мы сегодня будем говорить. Вот. И, значит, почему вообще? А, ну, сначала вот об этом мы... И вот согласно этой организации, согласно видению, которое они вот выработали в этом центре, и, значит, что такое вообще, что себя интернационализация представляет вообще, как оно выглядит, да, в американских, должна выглядеть в идеале в американских вузах, это то, что она, интернационализация, как бы, ее можно ощущать, ее можно увидеть практически во всех, так сказать, уровнях управления вузом и так далее. Во-первых, это, как бы, приверженность к интернационализации, она отражена в миссии вуза, да, то есть, я думаю, вы знаете, что американские вузы, ну, как, они гораздо более автономны, более независимы от какого-то центрального органа, и каждый вправе, как бы, самостоятельно выработать свою миссию, вот, и считается, что важно, чтобы эта вот преданность в идеалам интернационализации была отражена в миссии вуза, также, чтобы администрация вуза вся, да, имела ту же самую преданность этому делу, интернационализации. Например, это выглядит так, что интернационализация входит в стратегию развития вуза, там, например, ну, каждый вуз имеет какую-то стратегию развития, там, на 5-10 лет вперед, и это отражено в этой стратегии, да, то есть создаются какие-то комитеты, которые посвящены именно этой работе по интернационализации, то есть они занимаются оценкой вообще, где у нас какие-то пробелы в вузе, где мы можем поднажать, так сказать, да, чтобы еще больше эту интернационализацию внедрять. Ну, естественно, работа международных отделов, что тоже это как бы не просто какой-то там, это один из многих офисов административных, а один из таких ключевых, ну, заметных, видных офисов в университете, которые реально имеют много, ну, какой-то вес в принятии решений там и так далее, и в поддержке общей стратегии развития вуза, да. Вот. Учебные планы, значит, интернационализация также отражена в учебных планах, а также во вне аудиторных занятиях и программах, то есть в работе со студентами, да, в каких-то мероприятиях, не только в классе, не только в лекционном там, зале, да, но и за пределами ее вообще в вузе, чтобы происходят какие-то события, мероприятия там, да, связанные вот как раз с международным, с интернационализацией. А также интернационализация отражена и сформулирована в зунах. Это то, что по-английски называется learning outcomes, да, то есть это то, что мы ожидаем от выпускников, да, вообще, когда они выпустятся, чем они должны обладать. И вот глобальное, как бы, и международное образование там тоже отражено. Какие-то компетенции эти самые, да, они там тоже есть. Компетенции связаны с интернационализацией имени, да, иметь в виду. Вот. Естественно, без профессорского преподавательского состава тоже никуда. Естественно, это тоже имеет с ним отношение, самое прямое. Но при этом, что эффективная интернационализация на этом уровне, по работе с преподавателями, на что они, что из себя представляют, например, то, что при найме на работу преподавателей, а также при рассмотрении их там продвижения, да, повышения им там зарплаты, начисления и так далее, учитывается их и зачисляется как плюс, да, их международный опыт, какой бы там ни было. Вот. Или, может быть, они провели какую-то лекцию где-то там в другом ВУЗе, за границей. Или, может быть, они организовали какое-то мероприятие или событие, посвященное там международным каким-то вопросам, да. Или, может быть, они, ну, то есть вариантов может быть много разных, вот. Но при этом, чтобы это учитывалось в рассмотрении, как бы, повышения зарплаты, там, повышения, как бы, уровня там от доцента там к старшему доценту и так далее, да. Вот. И включая, даже если вы печатаете, может быть, какую-то статью в заграничном журнале, даже это может быть, может засчитываться. Вот. Но это очень важный момент, потому что, как бы, без такой дополнительной мотивации, ну, это только на личном интересе, на личном энтузиазме преподаватели могут быть, может быть, занимаются интернационализацией, да. Но если это еще, как бы, имеет свое вознаграждение, как материальным, так и каких-то нематериальных влажных, да, то это, конечно, гораздо более эффективно. И, как бы, ну, преподаватели уже больше, наверное, задумываются вообще о том, что бы делать в этом направлении. Вот. И следующий момент, это, конечно, традиционный обмен студентами. И, естественно, это самый такой тотальный, всеобъемлющий момент интернационализации. Естественно, если, ну, понятно, да, ты поехал за границу, уже вот тебе интернационализация, собственно, происходит, да. Ну, как бы, ну, это доступно, это не очень массовое, как, ну, явление, да, к сожалению. Вот. И поэтому не всем это студентам доступно, поездка за границу, на учебу какой-то лучше. То есть, естественно, как у нас в Казахстане тоже не все, далеко не все имеют возможность выехать. Поэтому это является огромной, ну, составной частью, но, тем не менее, это не самое главное, да, в этом деле, в интернационализации. И последний момент, это вот партнерские, партнерские, партнерские отношения с зарубежными вузами. И тут это может включать сюда все что угодно, там, да, и как совместные исследования, так и какие-то другие виды сотрудничества, которых мы тоже, вот, может быть, узнаем сейчас. Ну, то есть, это вот общая такая интернационализация высшего образования на отдельно взятом кампусе, да, в отдельно взятом университете, как вот она, что из себя представляет. Вот. Тоже мне было бы интересно узнать вообще, как у нас с этим дела, есть ли у нас что в этом направлении происходит в Казахстане, вот в ваших вузах, да. Да. Как потом, после презентации? Ну, я думаю, что, наверное, да, лучше давайте пройдем все, чтобы не осталось непокрытого материала, да, то мы можем договориться, и потом что-то останется не это, ну, не отпрезентированное, да. Вот. И я в этой организации, в этой American Council on Education, я проходила практику в 8 месяцев, в 8 месяцев я там работала, и мы занимались, изучали вопрос, что такое себя вообще представляет интернационализация учебных планов. И они вот здесь, я оставила ссылки, значит, первая часть по интернационализации отдельных курсов, часть вторая – это по компонентам, по компонентам специальностей, то есть по составляющим частям специальностей, потом третья часть по целой специальности вообще, да, и четвертая часть – это интернационализация дисциплин, над которой я не работала, я только на первыми тремя работала, но, тем не менее, это, как бы, часть всей серии публикаций. Вот, я… эти ссылки тоже я оставила, можете зайти, посмотреть, там, да, там гораздо больше информации, чем сейчас у нас будет на вебинаре, но какую-то выжимку я оттуда взяла, и сейчас я про нее расскажу. Малька, извините, у нас эта презентация будет, да? Я, ну, да, то есть я думаю, может быть, Галхар, ну, или я могу вышла в любой момент, это не проблема вообще, да, естественно. Вот, а почему вообще, да, американские вузы хотят тоже заниматься интернационализацией, и почему вот такой организации, как LCE, вот эта самая, да, это занимает одно из ключевых направлений вообще, да? Ну, то есть, вот вы видите, что вот в предыдущем, там, в последние годы, ну, всего лишь, там, 2% студентов из США вообще ездили на учебу, да, на границу. Это очень мало. Миллионы студентов из США, их всего лишь 2% ездили в этот академический год за границу. Ну, это касается всех-всех-всех студентов, а если брать только четвертый, ну, вот, старшекурсников, четвертый курс, там, пятый, да, уже этот процент повышается, потому что к этому моменту уже многие успели съездить куда-то, да, ну, там, 5-7-10% максимум, согласно разнообразным исследованиям, то есть это все равно очень малая, маленькая часть американских студентов ездит за границей на учебу. Хотя нам кажется, что, может быть, это не так, да, ну, кажется, что это очень доступно и так далее. Ну, на самом деле это, это вот, ну, и дорого, и по времени затратно, и не всегда понятно вообще, если это всего толку, потому что многие просто хотят закончить побыстрее, там, начать работать, да, ну, то есть по разным, по разным причинам это не происходит, но, естественно, основная причина просто то, что это дорого. Как и, собственно, у нас в Казахстане. Вот, и, естественно, цели интернационализации, поэтому интернационализация домашнего образования имеет такое большое значение, да, потому что ни с ним, я тебе позволю поехать за границу. Ну, вообще зачем? Естественно, экономические цели, то есть, ну, глобализация, мы все становимся все больше и больше, как бы, интерконнекты, все больше связаны друг с другом, да, все страны, вот, и мировая торговля, вся эта мировая экономика и так далее, это все, как бы, в одном все вместе, и поэтому имеет значение вот это вот умение ориентироваться, умение, как бы, существовать эффективно в данном контексте, да. Вот, согласно, я тоже прочитала в одном из исследований, там проводился опрос лидеров бизнеса, 800 лидеров бизнеса США, и 40% из них сказали, что они упускали возможности какие-то за границей для развития, собственно, своего бизнеса, именно из-за того, что не было квалифицированных кадров, которые могли бы эти возможности развивать. То есть не было кадров, которые имели вообще, могли существовать в том контексте, да, за границей, в той стране, в которой, в том регионе, в которой эта возможность была, могли эффективно там общаться и так далее. То есть помимо того, что, ну, иметь какую-то направленность на деловое сотрудничество, развитие, вот, все вот эти самые бизнес-скилл, людям еще нужно для того, чтобы, ну, иметь какие-то вот эти самые global competencies, да, которые, да, опять-таки, помогают общаться и так далее и тому подобное. Вот, то есть это, есть экономические цели, естественно, да, гражданские цели, то есть что, интернационализация преследует там же гражданские цели, это, ну, чтобы информировать вообще граждан, своих собственных граждан о состоянии дел в мире, да. Это, ну, как вы, может, наверное, известно, да, что, допустим, кандидаты в президенты США, да, независимо от какой там партии и так далее, они все, как бы, имеют одним из пунктов своей избирательной программы какое-то свое видение внешней политики США, да. То есть для того, чтобы граждане могли выбрать подходящего им лидера, тоже нужно у них разбираться в этих вопросах, как-то, да, вообще, и так далее. То есть эта интернационализация тоже настроена на то, чтобы укреплять гражданское общество США, чтобы информировать граждане вообще о том, что в состоянии дел, в том числе о внешней политике США, да. Вот, ну и такая гуманистическая цель, это что, имею в виду, это как бы это нигде не декларируется, но это подразумевается то, что, ну, понятно, что молодые люди там, 18 лет, они только что окончили школу, естественно, они нуждаются в том, чтобы там у них расширялся кругозор, там горизонты открываются какие-то новые, да, и так далее. То есть личностное развитие, да, интернационализация, ну, то есть открывать им как-то глаза на мир тоже, да, в том числе, и как бы, может быть, человек не будет этим потом зарабатывать на жизнь, да, то есть это не все, ну, не все цели высшего образования связаны именно с приобретением, там, профессии и так далее, вот, но тем не менее он становится сам по себе гораздо более как бы развитым, что ли, человеком вообще, личностью, да, более сформированный, ну, сформированный. Так, ну что ж, пройдемте дальше. Вот, и вот это уже началась вот та самая первая часть работы, которую мы проводили с моей коллегой там в этом центре, коллега там в The Living Self, и она тоже, да, ну, занимается этими вопросами, до сих пор там работает, и там много вообще ресурсов, и она может служить каким-то таким уже контактным лицом, если какие-то возникнут вообще вопросы, да. Вот, значит, что могут сделать преподаватели, это, мы помним, это рекомендация американским преподавателям, в американских вузах, да, то есть что человек может, преподаватель может самостоятельно сделать в рамках своего курса для того, чтобы как можно больше интернационализировать содержание своего курса. И вот, то есть, перечисление, какие-то примеры, то есть это говорить о региональных, там, глобальных тенденциях своей дисциплины, да, представлять разнообразные там исторические, политические, культурные точки зрения оценки событий, рассказывать о проблемах, допустим, развивающихся стран и развитых странах, как-то их, ну, сравнивать, там, и так далее, да. Межкультурные вопросы профессиональной практики, это вот тяна на тему, я так понимаю, да, ну, освещать эти вопросы в своих курсах. Ну, это международное законодательство, стандарты и традиции, профессиональные практики именно по профессии, которые они, преподаватели, преподают. А также нюансы терминологии в различных, там, лингвистических и культурных контекстах. Это тоже, я думаю, часть вот той самой межкультурной, как бы, компетенции, ну, это, как бы, тоже важно в том числе, да. Вот, например, вот таким образом разнообразие содержания своих курсов и привнести этот, вот, компонент вот интернационализации в свой курс, который, вот, преподает, ну, преподаватель обычно, чтобы, южили, хочется сказать, обычно, как бы, нормальным образом он преподает, потому что можно сделать. Также можно внести материалы какие-то, да, вот я хотела бы сказать, тоже заметить, что, я думаю, в отличие от нас, в американских, в американских вузах, в американском образовании есть гораздо больше, как бы, фокус на американском, на всем американском, то есть очень много, естественно, в Америке публикуются от всего, да, и производится каких-то новых, там, исследований, новых знаний и так далее и тому подобное. Это, этого бывает достаточно для того, чтобы осветить какой-то, ну, аспект, да, осветить какую-то проблему и так далее. Вот, поэтому, вот, призываются американские преподаватели к тому, чтобы использовать какие-то материалы, которые не были произведены, не были сделаны в США, а были привнесены из-за рубежа, из-за каких-то других стран. Ну, я думаю, что к нам это, я вот не знаю, но мне кажется, что у нас, у нас основная, как бы, у нас с этим может быть даже и нет проблем, может быть, мы все, что у нас есть, мы все используем из-за границы, может быть, да, может быть, кроме истории Казахстана, я не знаю, да. Вот, то есть у нас, понятно, мы... Казахстана, она университетская, вот университетская дисциплина истории Казахстана, очень много работ даже из Америки, у меня просто Калина, доктор наук исторических, она в Яну работает, и она фактически, она там была, и у нее связи есть, и много очень работ написанных именно американскими авторами, из-за каких-то курсов. Да. Извините, я перервала? Да, да, нет, это очень хорошее замечание, и я еще тоже немножко про это попозже расскажу, кое-что, ну, может быть, полезное. Вот, ну, то есть мы видим, материалы могут включать в себя, там, иностранные фильмы, теле, радиопередачи, там, ну, если, естественно, если это подходит к содержанию курса, там, да, и так далее, разные там тексты, книги, статьи, вот, а также международные данные, вот я про это хотела тоже немножко один сказать, то, что, например, вот, один из примеров, о котором мы узнали, о котором мы публиковали в этой своей публикации, о том, что, например, статистику в одном из коллеги преподаватель преподает статистику, там, алгебру, да, казалось бы, такие предметы, но используются при этом данные, которые публично доступны с Всемирной организацией здравоохранения. То есть, студенты изучают, там, делают сравнительный статистический анализ по, там, каким-то вопросам здравоохранения в различных странах. То есть, казалось, даже такой вот предмет, сухой, да, алгебра, там, я, статистика, можно ее как-то, вот это сделать заправку интернациональную, да, международную, таким образом, чтобы попутно, там, студенты узнавали что-то новое о других странах. Вот, и таких данных, между прочим, очень много вообще существует на разнообразных, там, веб-сайтах, Всемирная организация здравоохранения, наверняка есть что-то там и у ЮНЕСКО, и у ЮНЕСЕФО, и так далее, и так далее, и так далее. Это все вот просто, вот, они их публикуют, и для общего пользования, да, любой может скачать эти данные и там начать анализ как-то, да, вот, и пока вот я готовила, мне пришло в голову такое, у нас очень много, естественно, российских материалов, и мы используем в наших курсах, да, ну, и считать ли это за заграничный, как бы зарубежный иностранный источник или нет, и, например, тоже касается каких-то там материалов из других стран СНГ. Я вот думала, думала, мое мнение такое, мнение может быть много разным, да, конечно, но если у вас, Татьяна, если вы как бы это, не согласны, вы мне скажите, мне тоже интересно. Мне кажется, что все, что произведено в России, наверное, не стоит считать за международный, как бы, источник или за иностранный источник, просто потому, что мы естественным образом в Казахстане и так имеем хорошее, достаточно, да, представление о России как о стране, о ее культуре и так далее и тому подобное, да, то есть мы, естественно, часто туда ездим, там, смотрим российские, российское телевидение, фильмы, там, музыка и так далее и так далее, и, естественно, мы с Россией имели огромный кусок совместной истории, естественно, мы все это изучаем тоже, да, и в истории Казахстана, там, и так далее и тому подобное. Русский язык это наш второй родной, там, первый родной, да, это как бы, вот, это очевидные вещи, которые мы все с вами с ними в этих вещах живем, да, поэтому мне бы, я думаю, что российские источники я бы не считала за иностранные, но при этом источники из других стран СНГ, они, мне кажется, уже как-то более иностранные, чем российские, даже если они написаны на русском языке, просто потому, что мы в Казахстане, мы, конечно, о России имеем очень хорошее представление, ну, допустим, о том, как живут в том же Кыргызстане, может быть, мы уже не так хорошо знаем, да, или там в Белоруссии, или в Грузии, то есть мы как бы, уже у нас контакт с теми культурами уже немножко, ну, поменьше, да, вот, поэтому, мне кажется, вот так. Татьяна, вы как думаете? У нас есть такое понятие, если вы помните, ближнее зарубежье и дальнее зарубежье. То, как раз-таки, например, индексация публикаций идет у университетских ученых, но РИНС, например, имеет одну какую-то категорию баллов, а публикации в Web of Science, в Скопус уже другую. Мы как-то так вот и относимся, что, конечно же, научные данные, научные исследования из стран СНГ – это вот ближнее зарубежье, а дальнее зарубежье – это все остальное, что не входило в состав союза. Да, ну, да, да, согласна я, да. То есть, да, ну, то есть то, что мы имели общее, как бы, прошлое с этими странами, как-то нас, как-то мы все еще продолжаем, да, в этой связи, связи с тем, как-то как-то... У меня была общая наука, потом трудно разделить, например, до определенного года это было общее, а потом стало как бы уже... Разделенное, да. Да. Получается, что весь опыт накопленный, ну, например, по гендерной лингвистике, вот я занимаюсь проблемами гендерной лингвистике, он относится как бы, несмотря на то, что это был общий союз, но он уже относится к России, потому что большинство исследователей оттуда, а в Казахстане вроде как бы и с нуля начинать. Да. Да, ну, да, вот, такого хорошо, что обсудили. Мне вот пришло в голову вообще, как с этим жить, да, считать ли Россию за иностранное государство в этой связи и там другие страны СНГ или нет, да? Так, продолжим дальше у нас. Помимо, то есть, материалов можно, вот, приводятся примеры, какие можно внедрять мероприятия там, активити, да, и задания в свои собственные курсы, и там встречаются какие-то гостевые лекции, как в аудитории, как физически, так и виртуально можно вот точно так же по вебинару как-то сконнектиться с людьми, которые там работают в других университетах, за границей и так далее, да? Ну, и там какие-то вещи, которые, я думаю, вы, Татьяна, наверняка делаете в своей работе уже, да? Ну, и просто как вот примеры вообще, что можно делать? Как вот однообразить и привнести этот элемент интернационализации в свой курс? Так, пойдем дальше. Ну вот, и как, значит, такая схема предлагается? Я не стала переводить на английском языке, значит, насколько интернационализирован курс, это, по-моему, самое длинное слово в русском языке, интернационализация, да? Вот, и тут понятно, ну, то есть, от того, что иногда возникают какие-то элементы интернационализации в курсе до самой вот такой тотальной интернационализации всего курса, от первого уровня до четвертого. То есть, можно вот так ориентироваться на эту схему, допустим, если на свой собственный курс, как вот его оценить вообще, насколько он интернационализирован, да? Вот, а также вот одним из, как бы, проявлений интернационализации является то, что университет имеет четко сформулированные вот эти самые зоны, то есть, Global Learning Outcomes, которые касательно интернационализации вообще, да, и глобального образования. Я тут оставила ссылку и привожу пример, вот, что Индианский университет, в котором я училась сама, да? Вообще, Индианский университет, он такой очень, один из передовых вузов, которые, вот, США, которые очень привержены идеалам вот этой интернационализации вообще исторически, и там мы не начали это после войны, этим заниматься, и, может быть, вы знаете, что это один из немногих вузов, который, один из двух или трех вузов США, которые имеют программу по Центрально-Азиатскому региону, да? Они, то есть, они там занимаются вопросом, вот, вот, информация, которые вы, Татьяна, тоже говорили, в том числе, да? О, ну, проблемами Казахстана и других стран Центральной Азии. И там студенты пишут диссертации, пишут какие-то свои исследования проводят и так далее, и это очень тоже хороший источник того, как вообще, вот, то, что вы говорили, Татьяна, как зарубежные исследования, американские, в частности, исследования, исследователи оценивают проблематику казахстанской, там, реальности, да, или прошлого, там, если истории касается дела, да? Ну, тем не менее, вернемся сюда, вот, значит, здесь я привожу примеры, немножко перевела, но там такой крупный список вообще этих зунов, то есть, они сформулируемы таким образом, что по окончании вуза, да, нашего Индианского университета студенты имеют вот такие компетенции, имеют вот такие зуны, знания, умения, навыки, и приводятся примеры, то есть, студенты могут, студенты демонстрируют, студенты готовы, да, и так далее. Полный список, вот, как примеры, можно посмотреть на этом сайте. Вот, и это, естественно, служит, как бы, ориентацией, то есть, для чего вообще интернет, то есть, для чего, да, чтобы не проводить интернетизацию ради самой интернетизации, как таковой, да, а для того, чтобы она была ориентирована, заточена под вот эти самые learning outcomes, чтобы, ну, так сказать, подводила студентов к тому, чтобы они могли иметь вот эти компетенции по окончании вуза, да, или по окончании курса даже, одного, например, имеется в виду не года, а курса, да, индивидуально. Вот, и вот тут два очень хороших примера, мы тоже в свое время, когда я тут работала, там, мы нашли очень такие просто потрясающие примеры вообще интернетизации курсов, слушай, можно посмотреть, например, вот этот State University в Нью-Йорк, Global Workforce, да, это по-русски будут глобальные трудовые ресурсы, да, вот по этой ссылке вообще предлагается буквально поурочные планы вообще, да, по шести, по десяти модулям, то есть, внутри этого курса, то есть, десять модулей, там, миграция, гендер, да, там, дети, допустим, в этом глобальном, как бы, глобальных трудовых ресурсах, вот, и каждый из этих модулей, по-моему, имеет вообще шесть часов вообще содержания, да, включая там какие-то вот эти мероприятия, включая все задания, то есть, там, в этом университете в Суни несколько лет, много, множество преподавателей оттачивали содержание этого курса, и они вот обмениваясь, обмениваясь, обмениваясь этим опытом, и таким образом создали вот этот вот коррекеум, да, то есть, это вообще просто шикарный какой-то пример, когда люди целенаправленно занимались этим, да, а второй пример это, в Кейс-Western Reserve University, это мы все в штате другая, что, что по этой ссылке, там был предоставлен грант, 250 тысяч долларов университету было подарено от внешнего донора, да, с тем условием, чтобы проводили какую-то интернет-нализацию на эти деньги. Что сделал университет, он объявил открытый конкурс среди преподавателей и сказал, давайте, представляйте свои проекты, мы им дадим там какие-то деньги, да, то есть, и мы отберем лучшие проекты и, так сказать, чтобы они остались, ну, в нашем, в наших учебных программах, и чтобы мы могли их потом реплицировать, постоянно это делать, да, вот, и по этой ссылке там вы увидите, кто у этих были преподавателей, что за проекты, да, и на что у них ушли деньги в рамках их проекта. То есть кто-то там ездил, получал, налаживал связи там с какими-то музеями искусств в Италии, например, да, а кто-то, кто-то закупил оборудование для вот таких вот видеоконференций, да, чтобы производить какие-то свои тоже обмены вот этими виртуальных там лекций и так далее. Ну, там очень интересно, по разнообразным как бы дисциплинам, по разнообразным странам вообще, что было сделано, и это все осталось, как бы, да, в университете и как преподаватели это продолжают этим заниматься. То есть, может быть, что-то подобное можно где-то сделать у нас, не знаю, насчет денег, но тоже как бы объявить какой-то конкурс там и так далее. Вот. Это такие два очень классных примера, просто если как бы есть интерес, можно посмотреть. Вот, и я отдельно еще хотела сказать про вот этот вот самый Central Asian Studies Program в Индианском университете, вот то, что вы, Татьяна, говорили, и, к счастью, значит, эта программа публикует список студентов, которые получили там вот эту докторскую степень, да, в этой программе и их исследования, темы их исследований. По этой ссылке можно посмотреть. И там, ну, не все студенты занимаются именно Казахстаном, ну, достаточное количество занимаются Казахстаном, да, и можно посмотреть, что вообще, на какую тематику американские аспиранты, значит, производят свои исследования, да. И в том числе я думаю, что если возникнет дальнейший интерес, я думаю, этих людей можно найти, там есть их имена, я думаю, их можно найти там через Google, через интернет, и даже просто написать им, и тоже сделать ту же самую, как бы, серию каких-то лекций о том, как вообще эти, многие из них сейчас и профессора уже, да, и как они видят вообще, что они, в общем, наисследовали это, собственно, да, и что они узнали о Казахстане, и провести какую-то хуже, вот эту вот, если бы лекцию, да, со своими студентами или вообще не только со своими в классе, а вообще пригласили всех студентов своего года, например, да, там есть работы по истории, да, и работы по политологии, по лингвистике, там, ну, да, есть по лингвистике, там есть один, у нас, я тоже с ним знакома, ну, уже давно не общались, ну, да, там есть лингвист, он, его, как бы, главные, главные языки, там, казахский и кыргызский, вот он, по-моему, он писал работы по фонетике казахского языка, да, поэтому, да, и вот он сейчас преподаватель тоже, профессор. Я в Индиану университете была. А, вы были там, да. Визитинг-сколор, ну, давно, по Айрексу. Тогда? По Айрексу я там была. Это вот этот кампус блумингтоника. Да, 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 вот это, я вот, кстати, хотела сказать, что тоже я в свое время читала автобиографию президента, бывшего Индианского университета, который в 60-е годы между СССР и США было потепление, может быть, вы помните, как, ну, из историки, Хрущев и Кеннеди, у них было потепление, да, в отношениях, и в этот, там, год или полгода, что ли, производились обмен делегациями, там, студентов, преподавателей и так далее. Вот, и президент Индианского университета в составе делегаций, там, других президентов, их отправили, они поехали в СССР, но они, как традиционно, не только Москвой огранились. Вот мне стало интересно, я узнала это из его книги автобиографии, они съездили в Алмату и в Грузию. И вот, представляете, вот в 60-е годы, да, приехала делегация американских президентов, вот, у ректоров, да, нашим языком говоря, если, да, и попали в Алмату, встречались тоже наверняка с нашими, там, вузами и так далее. Я думаю, что эта поездка, наверное, имела какое-то отношение к тому, что была создана эта программа именно в Индианском университете, вот, как-то это, ну, интересно. Вот, я рекомендую тоже посмотреть вообще, что там происходит. Так, да, не за что. И, значит, что вторая часть вот этой всей работы по интернационализации, которую вот мы делали, она касается уже, мы отходим от отдельных курсов индивидуальных, да, а вообще в целом специальностей, да, всей программы обучения, всех четырех лет, или там, пяти или сколько, да. Ну, тут понятно, тут я привожу, мы приводили, нашли такие примеры о том, что специальности, которые посвящены изучению отдельных регионов, ну, и, естественно, иностранных языков, это уже сами по себе такие полностью интернационализированные вообще специальности, понятно, да, тут как бы, ну, не о чем думать, но, вот, тем не менее, вот эти интересные такие специальности, которые мы нашли в американских университетах, отдельно где-то изучается вообще Иран, да, где-то отдельно изучается там Канада и так далее, да, ну, у нас нам, конечно, у нас, я не думаю, что у нас появится отдельная специальность по Канаде когда-либо в Казахстане, да, но, тем не менее, какие-то возможности, даже по той же самой именно по проблематике там нашего региона Средней Азии, если у нас так, ну, я думаю, что где-то есть там в Назарбайском университете, я думаю, есть, ну, и в наших региональных вузах это можно даже как-то начинать там и, может быть, внедрять там и так далее, если есть интерес вообще у вас лично и в УЗИ. Ну, вот, а, я еще хотела сказать о том, что такой сертификат в американском высшем образовании, что тут имеет в виду? А, ну, то есть специальность, это, я думаю, вы знакомы, это мейджор, да, специализация, это я так перевела майна, это как бы подспециальность, да, а сертификаты это еще меньше, как бы, единицы измерения, да, то есть предлагается, допустим, какой-то набор курсов, допустим, из шести курсов, да, не из двенадцати там, а из шести, и дают какой-то по окончании этих там курсов присуждаются сертификатом, чтобы закончили программу, то есть эти шесть курсов могут засчитываться как ваш, ваш вообще дегри, вашу степень бакалавра, но тем не менее вы попутно можете получить сертификат, который также вы можете вписать в свое резюме, или вы, может быть, вообще не являетесь студентом, но вам нужны какие-то, нуждаются в каком-то дополнительном образовании, например, там, компьютер сайенс, скажем, да, программирование, вы можете закончить там шести курсный, шести курсную сертификатную программу в программировании, при этом не являясь вообще официальным студентом, просто вот пришли, прослушали, там, сделали задание, и по окончании вы получили вот этот сертификат, то есть вот, вот что такое сертификат вот в американских вузах, да, это такой как бы мини-курс, да, можно сказать, вот. Да, и вот от полностью, так сказать, интернационализированных специальностей есть также, естественно, набор специальностей, которые имеют международный компонент, тоже тут мы приводим такие примеры, как международное сельское хозяйство, там, да, международное инженеринг, там, и так далее, и тому подобное, это тоже, ну, можно, если есть интерес к этим специальностям, можно пройти по, это не ссылки, но найти эти университеты, найти эти специальности, посмотреть, что вообще там происходит, да, вот, а также есть такая вещь, как General Education Requirements, то есть это те самые два общеобразовательных года первых, да, у нас в вузах традиционных, это, по крайней мере, когда я училась, так было, мы проходили там философию, социологию и так далее и тому подобное, вот, и в некоторых вузах вот эти общеобразовательные предметы будут включать обязательным, да, какой-то один или два, может быть, три там предмета, которые имеют вот эту международную направленность, да, чтобы в целях общего образования студенты получали какое-то представление там, да, о мире или о какой-то стране там, или о какой-то культуре и так далее, то есть это в некоторых вузах вот, которые хотят, чтобы, ну, интернационализация там процветала у них, да, они вот таким образом как бы стимулируют студентов к тому, чтобы они брали, занимались этими предметами. Я вот не знаю, можно ли это у вас делать так вообще, мне будет даже неинтересно, и насколько, насколько вуз и в состоянии этим заниматься сам, без получения какого-то разрешения или одобрения там от министерства, да, я не знаю, как все у нас, с этим делом, нет. Ну и последняя часть, четвертая, это интернационализация дисциплин, по которой я не занималась, это не моя работа, но тем не менее, как бы, да, вот по этой ссылке здесь вот эти все зеленые, это все можно посмотреть. Значит, вот American Historical Association, да, ассоциация историков американских, и у них есть отдельная секция, документы там, да, посвященные тому, чтобы каким образом можно интернационализировать все самые зоны, да, по специальности история, вот. И в том числе, и тоже вначале вы видите там по психологии, например, да, как статья о том, как вообще можно тоже интернационализировать психологию как специальность. Вот, а второе, это то, что многие вот эти дисциплины, которые имеют свои собственные ассоциации, имеют также международную секцию, да, и практически все имеют как бы своей целью там международный outreach, да, чтобы привлекать как можно больше международных там исследователей и так далее. И это, что касается вашей дисциплины, вы можете тоже ее как бы найти и посмотреть, что там происходит и в международной секции этой дисциплины. Так, так, давайте у нас что? Вот. Оценка уровня интернационализации, то есть вообще много создано уже различных там инструментов, которые оценивают. То есть это опросы каких-то студентов, ну, там и так далее, рубрики для оценки, допустим, учебных планов отдельных курсов. Вот примеры тоже мы здесь приводим, ну, из той же работы, да, можно посмотреть. Так же можно проводить интервью и фокус-группы со студентами и преподавателями на тему, как вот они ощущают, помогают ли им вуз, как бы, допустим, получают какие-то зоны, связанные с интернационализацией, например, да, что студентов касается. И обратная связь от выпускников и работодателей, это тоже проводятся опросы, ну, то есть вопрос, насколько наши выпускники компетентны, квалифицированы вот в этих зонах, которые касаются глобального образования и так далее. Так. И здесь я не стала об этом, на этом сильно подробно останавливаться, но тоже есть работа, работы по ко-каррикелуму, вот я так, я даже не смогла подобрать хороший русский термин вообще, да, но это то, что касается, ну, всего, что касается, не аудиторные, не классные какие-то там мероприятия, это уже образовательный процесс, понятно, но это как бы неофициально, не то, что происходит в аудитории, да, мероприятия там и так и так далее и тому подобное. И вот я тоже эти ссылки оставила, если вас это интересует. Вот. И, собственно, это конец моей презентации, давайте теперь пообсуждаем. Сейчас подождите секунду, одну секунду, я подойду. Да. Снова здравствуйте. Татьяна, вы остались у нас одна, я думаю, давайте с вами поговорим. Гульдана еще есть. А, кто есть? А, Гульдана, да, да, Гульдана, извините, я почему-то подумала, что это Гаухар, но вы Гульдана, да. Гульдана, вы нас хорошо слышали? Да. Да? Ну, очень хорошо. А вы, скажите, где вы работаете? Я работаю в Яну, в Центре и политичного образования и академистики ресурсов. Еще раз, как называется Центр? Центр развития политичного образования и академистики ресурсов. Ага. Интересно. А вы, там какая у вас должность? Вы глава этого, или вы специалист там, или как? Да, специалист. Ага. А вас много там в этом офисе? Я недавно сдалась. Да. А сколько человек там работают? 6. Трое? Понятно. А вы сама закончили Яну тоже, или как? Нет, я закончила французский институт в Болгарии. А, да? О, интересно как. То есть у вас французский? Да. Сильнее, чем английский. Ну, понятно. Но английский тоже есть, да? Да, есть. Ну вот. Очень хорошо. Ну вот, давайте, тогда очень приятно гуляли, да? И мне вот интересно, у нас вот, да, вернемся к нашим вопросам, которые я вначале задала. Вопрос первый. Есть ли у нас заинтересованность в интернационализации? В Казахстане, откуда она идет? Вот Татьяна уже немножко вначале рассказала, что, поскольку Казахстан является там шарстью болонского процесса, это вот, значит, откуда-то это идет, может быть. А может быть и, не знаю, как у нас вообще дела с чем? Да, у нас в университете открыты многие поэзичные группы, где занятия ведется полностью на английском языке. Ага. И мы проголосуем за рубежием профессора. Да. Куда бы, не могли бы немножко громче говорить? Да. Да, немножко, да, тихо. Ну, вот мы занимаемся полиязычным образованием. Каким? Полиязычным образованием. Полиязычным, угу. Мы формулируем группы, которые ведутся полностью на английском языке. Угу. То есть это, может быть, специально совсем не относятся к иностранным языкам, но она вся преподается на английском языке так, да? Ага. А какие специальности это? По всем факультетам. А какие это вообще факультеты? Филологическая, АСЭ, архитектурно-статурный факультет, экономический факультет, естественных наук, факультет информатики и вообще факультет. Ну, то есть практически все специальности, которые преподаются в этом УЗИ, могут преподаваться также на английском языке, да? Да. Ну, я не сформировалась специально на группе. А? Мы отбираем по IELTS, либо у нас есть наше собственное сестирование, которое мы проводим в университете, под мате IELTS. Угу. Ну, ясно. Да. Ну, я, конечно, ожидала, что у нас будет больше, чем два участника, да? Я думала, что я, может быть, этот вопрос даже, который, может быть, ему надо задать вообще другую аудиторию. Я сейчас думаю про это. Может быть, представители министерства, да? Ну, в принципе, вот на уровне преподавательских, профессорского и преподавательского состава, на уровне студентов, на уровне администрации, все эти вопросы на слуху, конечно же. То есть интернационализация не только заинтересует ВУЗы, но она активно внедряется, естественно. То есть это требование времени. Как я уже сказала, наверное, быстрее это все идет у нас с европейским пространством. Мы туда внедряемся, но это и географически ближе, и дешевле, в связи с этим, да? И, я не знаю, потому что Казахстан – часть баллонского процесса уже очень давно, и система образования под эту модель у нас перестроена уже давно. То есть эти факторы, конечно, очень сильно влияют. Ну, и вот по презентации я сейчас смотрела, по слайдам, в принципе, у нас все это в той или иной мере есть. В той или иной мере. То есть можно говорить, наверное, сейчас не о введении или заинтересованности целевой аудитории, а, наверное, об усилении вот этих тенденций. Как можно, допустим, вот этот охват студентов, охват преподавателей сделать большим. И идет этот процесс, конечно, с двух сторон. И сверху вниз, потому что администрация, конечно же, это важные вещи для университета, для аккредитации специальностей, для интернационализации в плане привлечения иностранных студентов. Это деньги, понятное дело. Так и снизу вверх, потому что это все-таки профессиональный рост, это признание какое-то, это, я не знаю, потенциальная возможность трудоустройства, может быть, где-то. То есть я бы вот так охарактеризовала ситуацию, в крайней мере, вот у нас. Общаясь на конференциях с другими преподавателями из других вузов Казахстана, примерно то же самое, может быть, конечно, в большей степени это в Назарбаев университете и каких-то совместных, там, американо, какой там, казахстанский, есть он еще или нет, я не знаю, есть британо-американский университет, университет Демиреля турецкий, ну, это алматические вузы. В Астане тоже масса, по-моему, конкурами из Арбаев университет, масса еще таких же учебных заведений. Так что, ну, барьеры, конечно, есть, и сопротивление есть разное. А в чем сопротивление? Если вот, согласно, вы говорите, да, это все на слуху, но, тем не менее, есть сопротивление и барьеры, да, то есть это как... Ну, смотрите, опять же, на разных уровнях, наверное, разное. То есть если мы возьмем ППС, то сопротивление будет в чем? Нужно перестраиваться, если готовы. То есть удобнее, например, для многих людей работать так, как уже привыкли. Да, ну, это понятно, это естественно, да. Если это студенты, то в зависимости от специальности, наверное, то есть чем более современная специальность, например, те, кто изучает роботехнику, интеллектуальный, интеллект искусственный, да, они примерно уже ориентированы, во-первых, на какую-то вот западную модель, потом они знают, что это профессия будущего, они пригодятся. Да. Специальности другие, ну, например, они могут уже не быть востребованными уже в то время, как студенты закончат учиться. Да. Специальности через 20-30 лет она отомрет и все. Да. Поэтому, конечно, ну, разные студенты приходят. Бывает их сопротивление, что не хочется, специальность не нужда, родители послали учиться. То есть, понимаете, таким студентам про интернационализацию рассказывать... Толку нет особо, да. Нет, да. Вы упоминали про барьер такой, как финансирование. Конечно, это долго. И, например, европейская мобильность очень хорошо поддержана разными программами, которые были. Вот сейчас это Erasmus+. По этим программам очень много студентов выезжает в разные страны. Ну, достаточно. Вот я, например, по Командару, я знаю, в двух вузах достаточное количество выезжает именно вот на специальности иностранные языки, филологи, вот эти. И вот по специальностям не знаю, честно говоря. То есть я... Как бы... Вывод такой, что процесс прошел, да? Мы не в начале. Мы уже где-то... Уже далеко не в начале. И в барьере вы сказали, что вот преподаватели, может быть, не хотят менять вдруг, да? Ну, ментальность, да. Ментальность. Вот этот вопрос меня тоже интересовало. Вот, например, учитывается ли международный какой-то опыт, допустим, вознаграждений, да, там, преподавателей? Ну, на зарплату это в прямую степень не влияет. Хотя хотелось бы, конечно. Да, но учитывается ли это вообще где-то в этом смысле? Учитывается, конечно. Есть какие-то рейтинги, это, конечно, учитывается. Например, то, что вы выезжали читать лекции в какую-то другую страну, там, я не знаю, в Чехию, в Португалию, не знаю, в Румынию, там, в Испанию. Это, конечно, учитывается в плане рейтинга, например, преподавателя. Или опубликовали вы статью в зарубежном журнале. Причем, чем выше рейтинг журнала, тем, естественно... Престижнее и так далее, да. Престижнее, да, и это учитывается и при всяких проверках, аккредитациях, там, и так далее, аттестациях. То есть это имеет отношение к ценности преподавателя, да? Ну, да. А вот этот рейтинг, о котором вы говорите, он потом имеет отношение к зарплате? В разных вузах по-разному. Да. В вузах по-разному. То есть бывает так, что составляется, например, топ, я не знаю, там, 100 преподавателей вуза. Соответственно, идет повышение к заработной плате. Бывает, есть такое, да. А, понятно. Ну, то есть это на усмотрение вот этих повышения зарплаты на локальном уровне, да? Да, когда... Ну, да, это, опять же, автономность вуза, да? Вуз решает сам, что, по каким критериям. Да. Такой, как бы, директивы из министерства нет, что вот там, да. Ага, понятно. Нет, таких нет. Знаете, Маляка, я еще вам хочу посоветовать, познакомиться вот с системой интернационализации европейских вузов Евросоюза. У них там такая разработанная программа, ну, вообще все так серьезно. Да, и у них очень большой опыт мобильности. Угу. И такие страны, члены Евросоюза и страны, которые за пределами, они партнерские. Мы, например, Казахстан, партнер многим университетам, поэтому мы можем ездить вот этим программам на академическую мобильность. Ну, и там немного другого всего. Ну, вот, поскольку вы занимаетесь этим в Соединенных Штатах, то интересно было бы изучить этот опыт и посмотреть, может быть, вам что-то пригодится тоже. Угу. Да, спасибо. Спасибо, Татьяна, за совет. А скажите, а вот в вашем вузе есть иностранные студенты в Павлодарском? Да, есть, но мало. Да, а откуда они? А, откуда они? В основном у нас была и Индия, Турция, Китай. Угу. Опять же, и мы туда же ездим, но сейчас много мы ездим и в Европу, как я уже говорила. А российские студенты бывают? Бывают, да. Да, тоже. Но вы за иностранцев не считаете, наверное. Ну, мы, да, как бы их особо и не считаем за иностранцев. У нас даже есть сейчас студенты же с юга, да, это вот по программе Serpent. Ага. Вот мы их тоже говорим иностранцы. Понятно. Они, может быть, даже больше иностранцы, чем российские, да, студенты? Да, наверное, да, скорее всего. Ну, вообще-то студентов очень мало. Иностранцев. Я имею в виду, да, иностранных, и вот из зарубежных стран мало студентов. Угу, угу. Наверное, больше наши выезжают, нежели вот к нам приезжают. Да. Вот, конечно, загвоздка. И администрация, естественно, вот сверху все это идет, директивы. Они заинтересованы в том, чтобы больше его приток. Это же все-таки финансирование. Угу. То есть, какой-то, я не знаю, там рейтинг вузов же составляется по вот таким критериям. Один из них – это привлечение иностранных студентов. Угу. Скорее говоря, я как-то не задавалась таким вопросом, но, наверное, можно узнать. Наверное, можно узнать. Скорее всего, это, наверное, какие-то алматинские вузы, может быть, астанинские. Да. Ну, понятно, да. Больше всего, да. Я думаю, в Аблодаре вряд ли вы найдете. Ответ на этот вопрос. А, это, что я хотела сейчас спросить про... Так. Ну, что-то вылетело из головы. Возник вопрос и вылетел. Ну, вообще, большое спасибо, Татьяна, за ваше это, за ваше, как сказать, contribution to the discussion. Я вообще не знала. Спасибо за то, что эту тему подняли. Да, нет, мы, я вообще, когда, так сказать, ну, мы начали, я начала думать про этот вебинар, я вообще, так сказать, поняла, что я не имею никакого представления о том, что у нас в Казахстане в этой системе происходит, потому что, ну, уже я давно этим уехала, да, из Казахстана и так далее. И у нас очень динамично ведь все развивается, да, в высшем образовании, в том числе, все очень быстро может поменять, а поэтому то, что вы нам сказали, что это уже началось, и уже в процессе, и уже далеко не в начале, это, конечно, ценное знание, информация о том, что я, например, не знала про это. И, ну, главный вопрос, наверное, все-таки, это, вообще, это идет из министерства, да? Вот эта интернационализация, вот эта вот инициатива, да? Я бы сказала, она идет с двух сторон. И так, и так, ага, ну, понятно. Инициатива изначально была сверху, это естественно. Ага. Когда система перестраивается, это, естественно, сверху идет. Но снизу это тоже уже давно встречено, и как бы это важно. Студенты осознают это, преподаватели это понимают. Ну, понятно. Ну, хорошо. И в этой сфере у вузов есть, я так поняла, своя какая-то автономность, то есть не обязательно на каждый там шаг спрашивать разрешение у министерства, давайте мы так сделаем или давайте мы уже не так сделаем. Ну, на это нет, тем более, что вот сейчас уже со следующего, по-моему, года, коллеги, может быть, поправят меня, дается очень большая свобода вузам в плане вот учебных программ разработки, курсов. Если раньше был какой-то очень большой обязательный компонент, который должен быть в курсе, то сейчас он до минимума будет сведен. Соответственно, каждый вуз разрабатывает свои программы. Угу. Включая разные там блоки. То есть, в принципе, каждый вуз может начать инициировать свою какую-то даже там… Ну, мы надеемся, что так будет. Да, 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 понятно, да, еще не началось, но в проекте, да? Пока, да, нет, какая-то автономия нам, конечно, дана, потому что у нас же есть КЭДы в каталоге элективных дисциплин, которые формируют кафедра. Да. Эти дисциплины, естественно, нам никто не спускает. Да. Это очень много лет идет, но сейчас автономия и свобода, она дается больше. Угу. Ну, по крайней мере, так декларируется. Угу. Ну, понятно. Ну, хорошо, я уже не знаю, сколько времени прошло. Уже, да. Уже, наверное, пора, да. Да. Пора бы завершать. Вот. И спасибо всем большое за… Татьяна, очень приятно было с вами вообщаться. Очень интересное помощь. Если будете продолжать как-то, я всегда рада. Да, 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 и вы тоже пишите мне в любой момент, и Гульдана то же самое, да? Спасибо. Ну, пообщаюсь, но все не менее, да? Вот. Если будут какие-то вопросы, там, то что-то. Ну, вот я нахожусь, да, по-моему. Спасибо. Вы нам презентации… Да, там ссылки. Да, я вышла презентацию в Галхаре. Галхар вам зашлет. Да, зашлет. Ага, спасибо большое. Спасибо большое, Малико. Да, спасибо, Джессика. Давайте. До свидания. Пока. И счастливо. До свидания. Коллеги, всем спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, Слатана. До свидания.